вот посмотрим сегодня у нас 31 октября новый ролик тут выставлен обличить и лапкина вот какого лапкина не знаю ко мне это никак не относится я бы жал желал это принять но ничего нету под именем моим и оказывается ролики мои тут на 1 настроился на это своего ничего нет он на мои ролики берет похищает их ворует вор вор настоящий и говорит что это священник вроде бы дудин сергей не знаю если такой он ли или под его именем иногда так бывает и романах такой-то а потом нашелся один и говорит какой-то и романах наркоман проклятый и он сразу отстал больше на меня никогда не лез и в самом деле оказалось этот человек закона такое есть в интернете у меня нет уверенности чтобы это священник мог делать это но нельзя даже предположить всякую неправду тут говорит и не суразисы просто и вот урок лапкина номер 8 урок лапкина моего урока нет я уроки не преподаю ведут другие как правильно приглашать патриарха в кавычках посмотрим о чем это говорит комментариях пока никаких нету обличить и лапкина представляет обличить и лапкина это сергей дудин из города север с томской епархии и вот это ла 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 как это годится прилично ли это это он сидит если только бы был бы священник но разве он может этим заниматься чужой ролик брать и вот это такая как назвать это оформление или как я даже не нахожу слов и обратиться я не могу к нему его нигде нету кто он такой обличитель откуда он взялся но главное что это мой ролик и он из разных роликов берет составляет и он не понимает если только мы священник неужели такого могут стать священники которые вообще ничего не понимает ни писания ни канонов ничего нет это говорит какой-то насмешник хулитель вот явно что дело это не благочестие не церковное пение но любой кто слышит это и он скажет что это к церкви никак не относится это чем он пропитан если бы это был священник то но я не предполагаю что есть такие священники я еще не встречал их были всякие там гневливые пишут неправду оболгать могут но вот это чтобы устраивать это первый раз я вижу такое урок лапковщины какой лапковщина про кого он говорит дудовщина это откуда она взялась и вот эти крики вопли настраивает на что если это священник почему он это не поставит перед выступлением патриарха перед выступлением осипова значит он знает что он безнаказанный будет его свои собратья только одобрят тут причина то одна я когда посмотрел оказывается я говорил о патриархе то не говорил на патриархе а когда это был смоленский и калининградский метрополит он по внешне церковным делам и где он как участвует в поднятии идола там в лозане и где у нас лозанна лозанна я не зарядил в интернет я могу сейчас даже посмотреть что такое лозанна где это лозанна вот лозанна в швейцарии выгодные цены какие вот что и там был и был всемирный съезд экуменический я не могу ответить город на юго-западе швейцарии столица франкоязычного кантона административный центр округа населения 138 6 десятых тысячи мая 2013 4 по величине города страны иммигранты составляют 40 процентам целей ну вот данные какие-то почему-то его избрали лозанна на женевском озере вот все швейцария сирии но это понятно что то такое понятно и вот туда на экуменический конгресс или я могу не это неправильно назвать но всемирный это определенно со всего мира и кумицы собрались православная церковь не участвовала в этом потом кгб их заставили войти туда и туда поехали они участвуют там все и колдуны все веры собираются и от россии это надо посмотреть какой год был избрали меня почему меня избрали не знаю приходит приглашение как сейчас помню 1821 доллар заплачено в гостинице место забронировано что там ну может быть что-то удастся сказать советское время повторяю так мне помнится но я пошел оформил все документы даже настолько для для меня это было удивительно и уже отъезжать в это время меня вызывает так вам виза закрыта а почему ну я не знаю там женщина в визовом центре была ли это может быть это было уже перри перестроечное время не знаю но после освобождения я освободился последний раз двадцать пятого марта тысячи девятьсот восемьдесят седьмого года в лагере я отбывал жена тассе джамбульской области казахской сср и меня туда не пустили на этот конгресс или съезд вот а потом мне рассказывали показывали россия лапкин игнати и вот так показывает и пустое место то есть показывают они по телевидению и показывает россия и кто-то от россии еще был видимо там он сидит а меня нету надо для меня место забронировано оплачено было деньги пропали я не могу не ответить еще письма не доходят потом я понял это господь так сделал что там было какие люди я там был один я мог оттуда не выехать во первых я никогда бы не пошел на то что они делают если они там это шабаш и сборище делает моление общее как назвать это я бы не пошел а митрополит там находится все это снято и он с ними там целуется уж я не говорю про папу римского это я не никак не трогаю а именно язычники и они там пляшут и воскуряют и он там находится и я вот на этого кирилла на этого кирилла вышел через интернет я с ним лично не встречался и я объясняю что такое куменизм мы находимся в русско-православной зарубежной церкви как относилась зарубежная церковь к этому она в этом не была участница когда была но вышла как только патриархия туда вошла в этот всемирный совет церквей в совет они туда сразу вышли и теперь одно из условий было соя какого-то признание акта каноническом общении как потом называли если выйдут оттуда ничего не не вышли я думал вначале рассчитывал что они выйдут что только их замануть за руби зарубежную церковь то они ни в чем не покаялись а не от сергианства не отреклись а ничего нет но канонизировать царя третий пункт был а чё канонизирую он уже на том свете это я к тому говорю что то что тогда я говорил и все это у меня выставлено ни одного слова я не отрекаюсь и теперь в этом году патриарх кирилл был в барнауле и один близкий человек спрашивает почему не пригласить то бы его потом я переговорил по телефону с местным митрополитом сергием иванниковым и сказал вы будете встречать а передайте ему приехать потеряю кому-то на небо взглянет при его занятости нету то есть он уже не тот который тогда был везде участвовал после стал патриархом он нигде не ездит это это большое изменение в нем где-то и поэтому я его приглашаю а тогда бы вы пригласили тогда пригласил я никогда не считал что он безблагодатно это у нас не было в учение этого не к никогда в эти за это нас зарубежная церковь тоже долбили как так мне писал митрополит виталий мы близки к тому чтобы объявить московскую патриархию без благодатной всю патриархию что они делают сергианство это предают своих вот это ложь недержание слова своего вот ну я просто попутно сказать что кирилл который был тогда и который сегодня это большая разница вот меня упрекает дескать вы знаете сам мэр города там губернатор они вас сажали кгб я говорю я вижу глаза этих людей это статья такая написана была в алтайской правде наша губернская газета да я вижу эти люди сильно изменились они другие и не надо удивляться этому что мимо отношения меняются а почему вы так вот изменили к нему отношения ну во первых насколько я изменил это надо еще посмотреть настолько ли как вы понимаете или у нас вспоминается он когда служит здесь у нас архиерей максим служил когда они упоминают патриарх а потом митрополита иллариона предстоятель предстоятеля русской православной церкви за рубежом а потом местного епископа а если и в тихий у нас был потом и в тихий упоминает а потом это упоминали потому что тот как бы старше по старшинству раньше рукоположен вот у нас все соблюдать соблюдено было и вот он теперь это кто там под именем дудина даже трудно предположить чтобы священник так мог хулиганить это позорище для патриархии если у них такие есть вот я его приглашаю к этому привязаться нельзя а там где раньше я говорил он всяко разбавляет вот ахахаха на чем он хочет я считаю это демоны хохочет над ним я над этим человеком это его урок это нему никакой лапка щены нету я не георгий кощетков у меня нет никаких этих заскоков учения троицы я у меня вообще ничего нету единственное что я обречал предстоятелей этих которые священство что они научат народ только заодно не могут но я имею это право как человек потому что с сохранной церкви господь передает кому хочет они боятся слова пророк я себя таким не называю но пророческий дух мы должны иметь писание об этом говорит откуда это известно ну вот я просто покажу посмотри апостол павел говорит вот здесь 1 коринфе 14 глава он много об этом говорит все мы отчасти пророчествуем вот знаем отчасти пророчествуем так достигайте любви ревнуйте о дарах духовных особенно за том что пророчество это ревновать надо я об этом ревновал и они мне упрекают а он себя возомнил пророком а кто пророчествует тот говорит людям назидание и дальше целая глава говорится о том как надо ревновать и пророчествовать они не имеют пророчества не знают и друг перед другом вот 1 фестонетисам 520 пророчества не уничижайте он говорит не о ветхозаветных пророчествах а когда живые люди кого-то обличают это пророчество братья ревнуйте о том чтобы пророчествовать ревнуйте о том как то есть надо очень желать это стремиться к этому чтобы пророчествовать будут ли они слушать или не будут ибо они мятежный дом но пусть знают что был пророк среди них это говорится языке илю будут или не будут слушать они не слушали его ну хорошо на кого не слушает вот сейчас мы посмотрим здесь это надо вот так деяние 752 перед самой смертью стефан говорит кого из пророков не гнали отцы ваши они убили предвозвестивших пришествие праведника которая предателями и убийцами сделали сны не вы вы разве можете сказать сегодняшние священники сказать там священству которые не учат людей они повинны в гибели людей не наученных вы убили россию вы царя подвели под монастырь потому что все везде корректировали все рези цензура и прочее наконец все пошло в бутово запущено а был ли пророк который предсказывал царю единственный кто говорил что не начинай папа войну не начинай это григорий ефимович распутин другого не было никого и вообще пророчество умолкли и каждый делал что казалось ему справедливым как библия говорит и вот он здесь как делает дальше кто называется путиным и и и и и и светят вот сколько надо это нагородить какое-то он сидит в это время он не занимается библией в это время он не молится вот в это время кто это делает ну я еще говорю я не утверждаю но написано что-то делает священник дудин ну не приведи господь конечно же это священник ибо с него спрос будет больше чем смиренина и вот он такое делает при то есть настраивать людей на то аж на что ничего не понятно крутится вертится за что он в этом разбирается он не разбирается только своей душе и своей совести тот человек который это делает дальше мы сидим за столом а то у нас на кухне вот сергей тут что-то подвешивает вот это никита сидит я говорю очень близкими и говорит знаете ли что патриарх кирилл приезжает на алтай где-то но тут что-то не непонятно даже сам не могу понять какие слова тот кто желает посмотреть вот посмотрите урок как название зарядите и найдете и он то вот так меняет где-то я что-то говорил и дальше которая сейчас говорю то есть он показывает тогда ты говорил вот так что там ложь а тут приглашаешь это как правильно приглашать патриарха правильно как я делаю ни на что не смотреть это говорит о том что я при приглашаю и говорю чем он тут займется и как ему это полезно будет не то ты вот раньше говорил но если раньше говорит то тогда германию ездить не надо напрасно его было объединять а помните там гитлер а вот в германии были отношения то ничего меняется все но это живот я поясняю меняется человек меняется к нему отношения грешит против тебя брат а это против церкви его грех был иди обличи его если покаяться приобрел брат а теперь дальше другие отношения вот примеру сказать я спрошу какая самая популярная книга в мире бестселлер назвать или как который все считают самое большое число людей считает в мире какую книгу я такой вопрос задам я не знаю ответить ли осипов на это я не встречал у него но я в университетах вел занятия во многих и вот когда зашел вопрос о книге книги гениса то какую книгу занесли туда но ту которую весь народ считает большее число считает не миллиона миллиарды миллиарды читали людей и считает ее не один день и два дня еще и бестселлер так а почитали теперь где он гарри поттер матрица никто не знает а книга которая считает годами 10 лет 20 100 тысячу несколько тысяч лет до таких книг нету я говорю есть ну и сколько тысяч лет три тысячи лет до к евангелия 2000 значит не евангелия три тысячи лет самая популярная книга псалтырь давида и самая популярная самая-самая пятидесятый псалом это самый читаемый материал его читают и при начале богослужения и в домашних молитвах помилуй меня боже повелиться и милости твоей и по множеству щедро твоих на всех языках мира все католики православные сектанты все читают я говорю я стал узнавать и мусульмане считают что удивительно это но они там по-своему как вместо аллаха бога там аллах вставляет слово или как-то там но главное что ничто не противоречит в этом псалме с моей душою и вот это пример ну давид царь ну скажем ну ладно захватили царя убили но за царя другой представитель был скажем иосиф вестеренович сталин и вот иосиф сталин невинно убил человека и кто-то пришел бы и сказал ты убил его это ты убил его чтобы с ним было ну понятно что было с иваном грозным которые которому так сказали любого скажи то сказал бы ты у чужого отнял жену прелюбодей чтобы с ним было но этот псалом именно на этом и построен давид совершил два смертных греха когда стран находилась в военном положении шла война и в это время он дома находился не с войсками вышел на крышу соседнем саду купается женщина у давыда было несколько жен что он в ней нашел издалека у него подзорной трубы не было была она не под носом но что-то его потянуло то есть как говорится он низвергся вниз головой с этой крыши духовно понимать надо и что слуга это кто тут такой да это твоего полковника а хра это главное кто у тебя охраняет хитиянин а ну приведи я сюда привел перед царем как она вела себя так ну поговорил да ты такая хорошая красивая когда муж вернется я думаю он обязательно узнал да он не вернется пока битва там не окончится то писем нет телефон не звонит ну смс-ку не пришлет я так это все на сегодняшнее перевожу ну ладно ну и дальше он не напоил ее пьяной конечно я уложил в постель с собой царь ему все положено сделал грех никто не знает она ушла она-то ушла но грех то растет и растет очень заметно на животе дальше мы знаем когда скажет что я беременная а там легко вычислить он придет домой жена рожает дома не был полтора года как да у меня задержки были родовые схватки продолжались за 8 месяцев не может этого быть а кто это сделал ну муж прижмет и она скажет этот царь за которого я голову полагаю и к нему приходит порог на фан и в виде притчи излагает притчами был человек вот у него много овечек пришел к нему гость а у соседа там только одна вещь к которой на груди спала она была как дочь у него и он не взял свою а у того отнял и накормил гостя давид когда слушал это он смерти ему но не смерти написано если отнял вала пять быков отдай овечку четыре четыре закон гласил но я царь я хочу чтобы того убили но он разгорячился он мгновенно сказать а ты я у тебя столько жен и пришел гость похоть твоя надуло тебе пониже чресл и что и ты отнял жену а теперь чтобы они узнали сказал сделайте атаку и бросьте его он смелый очень урехи тиянин его оставили одного его там убили сделал два греха теперь забрал жену и все в порядке весь дом будет разрушен но чтобы сделали вот эти правители которых я перечисляю это понятно нафан не вернулся бы домой гулак и смерть а то и в гулак бы не пошел чтобы никому не рассказал там про одного говорит царь ослиные уши который боялся сказать и однако в колоде скрикнул тростнику сказал и трубка запела так вот а царь мгновенно согрешил я то есть вот он сейчас только стоял на него показывал ты убийца убийца ты прелюбодей ты бесчестный человек и сразу же и бог простил тебя но дитя умрет то есть заранее все сказано вот отношения отношения когда меняется человек патриарх другой и я его приглашаю и вот он составляет кто этот ролик составляет ну да прослушайте и он продолжается 4 минуты 30 секунд составлен вот она где написано вот где я показываю что человек этот он неверующий если бы он верующий он бы знал смотрите языки или первую очередь он говорит будут они слушать или не будут ибо они мятежный дом в лазанье я не был я не участвовал в уекоменическом движении участвовал этот кирилл церковь это осуждает осуждает все да по почти которые понимают что это такое затащить размазать всю православную веру что был пророк среди них да что ты пророк это языки иль говорит о нем но это не означает что пророчества кончились они умолкнут только в вечности и говорим слова мои будут ли они слушать или не будут ибо они упрямы то есть это не сегодня упрямые я это говорил кому патриарху я писал письма митрополиту не писал писал алексею писал пимену вы писали кто-нибудь у кто меня слушает сейчас я писал письма открытым текстом ни одного письма ни одной самой маленькой бумажки я не не отправил никогда чтобы не было обратного адреса меня вызывает секретарь крайкома партии горкома партии а то вы писали горбачёв или вы писали это до этого был брежнева я писал и они беседуют со мной я в оон писал приходил оттуда ведомление что вы масоны вы ответите вот это делаете вот ну о чем план далица говорит ну кто из вас это писал а я хотел молчать но внутри меня как огонь был разлитый я не мог молчать и я это говорил и писал и поэтому мои слова открытые пусть меня вызовет кирилл и поговорим с ним если он считает что неправду сказал а что в это время писали не кирилла курил это табачная его деятельность водка нефть алмазы что это было церковно там вот этот часы где то видно не видно тот за квартиру за какую-то чьи это дела это не мои дела и я обличил сказал будут или не будут слушать встань и по них переселенцам к сынам народа твою говори к ним и скажи им так говорит господь будут или не слушать или не будут я я говорил так говорит господь по и дальше беру место священное писание так говорит господь и снова делаю выписку если я говорю о крещении то я привожу 136 мест а они ни одного кого будут слушать языки или 317 сын человеческий я сын человеческий я поставил тебя стражем дома израиля и ты будешь слушать слова из уст моих и будешь вразумлять их от меня я понял что-то ко мне я сын человеческий я строю страж дома россии страж дома церкви я это делал да я делал это я делал это 53 года и ко мне под язык еще никто не залез что сказать и кому сказать я у бога выпрашиваю семикратно в день прежде чем делать и что спрашивать я отвечаю я еще не молился молюсь иногда месяцами и жду ответа от бога они этого ничего не знают я жду ответа стою на молитве и жду когда я скажу беззаконнику смерти умрешь а ты не будешь вразумлять и говорить чтобы остеречь беззаконник от пути его чтобы он жив был вот с какой целью обличает чтобы он жив был то беззаконник тот умрет в беззаконии своем я взыщу кровь его от рук твоих почему ты будешь слушать слово а ты не будешь вразумлять не будешь вразумлять вот это вот самое главное что сегодня необходимо нам знать не будешь вразумлять я этого страшно боюсь мне открыто это беззаконие который смоленский был кирилл и что он участвует в ухоминическом движении и все такое запущенность церкви я обязан это сказать патриарх алексий сказал каких бандитов на принимали в церковь патриарх них он говорил за мое небрежение простите я коростовал и вы вместе со мной все окоростовали за мою леность и небрежение но если ты вразумлял беззаконника а он не обратился от беззакония свое от беззаконного пути то он умрет без законе своем а ты спас твою за свою душу вот я это боюсь чтобы не быть виновным я ему сказал я ему написал все на этом кончилось а сейчас я приглашаю его к тому это отношение никакого уже не имеет прошло там может быть 20 с лишним лет на больше больше двадцати лет и он это находит тот человек а вот тогда ты говорил да говорил беззаконник смерти умрешь но сегодня он в этом не участвует я подражаю пороку нафану я меняю отношения до тебя то кто ставил кто тебя знает бог в совести моей не сожженной совести не поврежденной как у вас я ни одному человеку в мире не льстил никогда ни одного ложного слова не сказал ни одного если только нечаянно не не зная этого не расслышал сказал в 11 30 пояс отходит а его переменили в этот день расписание а он пошел в 12 30 или раньше ушел только от того что что-то где-то переменилось и я не знал а если праведник отступит от правды своей поступит беззаконно когда я положу перед ним преткновение и и он умрет то если ты не вразумлял его даже он праведный был этот митрополит он умрет за грех свой и не припомнятся ему праведные дела его и я взыщу кровь его от рук твоих мне это не надо слишком велика опасность и поэтому я говорю говорил и буду говорить что тот который сейчас это пишет делает вот тут и гадости всякие вот это а ля ля кричат там то другое это какое-то какой-то мальчишка делает не священник же это делает мне даже подумать об этом страшно и однако пусть он знает если он изменит отношения принесет покаяния он будет прощен если же ты будешь вразумлять праведника что праведник не согрешил и он не согрешит то он и жив будет потому что ты чтобы был вразумлен и ты спас твою душу я люблю мою душу и стараясь ее спасти а чтобы спасти должен поступить так обличить деяния 7 27 но обижающий ближнего оттолкнул его ну верующий знает а то моисея сказав кто-то я поставил начальником на судею над нами то есть меня отталкивают эти люди я не священник сейчас они начинают подыскиваться под батюшку под митрополита то они ни перед чем не останавливается они не видят какая ситуация в стране как нам необходимо сегодня единодушно взывать к богу они не знают они за мной гоняются как будто во мне найден корень зла какого-то во мне ничего нет говорю ничего не отрекаясь ни церковного никакого суда меня судили до десятого колена меня исследовали ничего не нашли я реабилитирован деяния этого моисея которого они отвергли сказав кто тебя поставил начальником судьи этого всего бог через ангела явившись ему терном кусте послал начальником избавителем вот вы оттолкнули а я сказал а откуда вы уверены что вас бог поставил в первую очередь свидетельство мое и внешних все понимают это признает патриархия когда они решили губернатору подать послание чтобы сектантов не принимали приехали два благочинных ко мне суда где вот я сижу здесь это войтович отец александр на днях он умер и это барнаульского округа и новоалтайки погиблов михаил на сейчас санкт-петербурге очень известный тот был по силовым структурам там везде лес вот и они приехали сюда чтобы я согласился другого человека нету ни вепархии нигде и я раз разрулил буквально в одну минуту сказал что ничего этого не я пойду я согласен они нашли мальчика добитья вот мы едем в машине с архиереем осендищ отец анто это владыка антони первый который был здесь и он меня приглашает все время к себе вот храм строить сейчас его уже отремонтирует он у нас будет второй храм выбирайте любой у меня нет ни одного миссионера у меня нет ни одного миссионера сейчас только объявили что патриарх сказал надо чтобы миссионерской работе уже нашим позвонили священник патриархийный и наши поехали благовествовали и говорили показать как это нужно делать а почему вы это делаете вот почему потому что чем выше человек занимает должность тем страшнее будет на суде божьем примудрец соломона 6 5 не каноническая книга страшно и скоро он явится вам и строг суд над начальствующими снисхождения никакого не будет примудрец соломона 6 8 но начальствующим предстоит строгое испытание я показал мою любовь к кириллу митрополиту смоленскому калининградскому а кто это вот отпишет ему плевать на это он поступает неправильно там участвует во всех этих идольских торжествах я говорю что это сказано было когда я говорил много-много раньше который тогда был еще митрополитом а сегодня он не участвует я этих слов и не говорю говорю вот сидим за столом иеремия 1 17 а ты припаяшь шресла твои никита посмотри сюда я же показываю где и встань и скажи им все что я повелю тебе не молодушествуй перед ними чтобы я не поразил тебя в глазах те которые пишут это малодушные трусливые жалкие бездарные бесталанные они просто скудоумные они не любят ни архиерея ни патриарха ну неужели не видите что делается в церкви ну посмотрите куда все зашло то в конечном счете то на вас тысячи невзоровы будут подняты богом в свое вермя Тамерлан пришел поставил на колени елец это будет и сегодня припаяшь шресла а что припаяшь ну вот пожалуйста и будет припоясанием шресла его Исайя 11 5 правда и припоясанием бедр его истина убога припоясанием бедр истина это он дает и нам Ефесянам 6 14 и так станьте припаяшься в шресла вашей истинной и облегчить броню праведности вы обвините меня я не беру ни за что с людей бесплатно отдаю на мне ничего нет со мной все ходят в заплаты вы то не так живете вы меняете машины гоняете на них давите людей на трассе уже додумались до того же однополые браки пошли уже не говорю о том что Андрей Кураев подкрывает это не за мной за вами но самое то главное я это не беру это слабость человеческая вы не учите людей совершенно не учите самая распространенная секта это баптисты это Лялина пишет по сегодняшний день они не создали свою базу 85 процентов которые приходят у них прозелиты из православия а вам за одну душу златоуз говорит не ответить это ваше занимайтесь своим делом за мной не гоняйтесь вы ничего тут не найдете ну на мой ролик ля-ля-ля написал я это не говорю мы сидим за столом нормально и вот он подбирает какая музыка это все идти это я все обращу к вам на вас этот бумеранг пойдет это над вами посмеялся сатана залез чужой украл изгадил и пошел лег спать спокойно это мимо не пройдет второзаконие 10-17 ибо господь бог ваш есть бог богов и владыка владык бог великий и сильный и страшный который не смотрит на лица и не берет даров он не смотрит и кого он избирает на эту роль кому сказать тот тоже не смотрит меня он бог избрал на это а не страшаться этих слов ой он говорит его избрал я знаю дал власть мне великую власть быть чадом божьим евангелие от иоанна 1-12 власти я имею право молиться отче наш он мой отец а вы не задумайтесь над этими словами второзаконие 16-19 не извращай закона не смотри на лица и не бери даров ибо дары ослепляет глаза мудрых и превращает дела дело правых посмотрите как вы когда приходит бедная вдова как обращаетесь когда губернатор у вас когда вы с казаками там эти генералы фотографируете свои железки вешаете посмотрите на ваше тщеславие у меня ничего нету совершенно ничего нету ни наград ничего нет но у меня есть то что у вас нету у меня есть совесть о которой вы можете не слышали даже есть такой участок души через который голос божий слышится я ни одного человека не оболгал ни за каким не гонялся нигде нету я имею право обороны право разъяснения чем я и занимаюсь 1 царство 16-7 но господь сказал самуилу не смотри на вид его и на высоту роста его ни на патриарха ни на президента я отринул его я смотрю не так как смотрит человек ибо человек смотрит на лицо а господь смотрит на сердце а сердце от избытка сердца говорят уста что в то время говорил митрополит эти слова я его разбираю он отвечает допустим 55 вопросов и только 5 правильно ответил я это все доказываю в библии у меня все это выставлено в книгах это не каноны веры я имею право полное позаботиться о чистоте церкви о чистоте этого души о чистоте души этого человека у которого кличка Михайлов марка 12 14 они же придя говорят ему учитель мы знаем что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо ибо не смотришь ни на какое лицо на истинном пути божий учишь это говорят враги пришли и они признали за христом что он никому не угождает я подражаю моему учителю я не угождаю а вы заискивающие заглядывайте архиереем если это был дудин то он говорил мне какой наш архиерей злой жестокий он кричит на нас все время это когда мы с ним переписывались и правильно он пишет то сейчас что с вами сделалось ваше отношение меняется то есть вы как флюдер а ты должен как компас указать прямой путь царство небесное истинно справедливо учишь галатам 2 14 но когда я увидел что они не прямо поступают по истине евангельской то сказал петру при всех если ты будучи иудеем живешь по язычески а не по иудейски то для чего язычников принуждаешь жить по иудейски значит петр пришел первый столб ему ключи как бы верен а в это время еще гнал убивал и он его обвлечает это не имеет никакого значения на лица бог не смотрит и апостол павел отстоял нам эту свободу не лицемерить вот пока нету их иудеев то он поступает так евреи пришли и он стал устраняться от язычников с которыми ел вместе павел так не поступал и я так не поступал я подойду к католическому ксензу и благословлюсь как патриарх благословляется я не обвиняю его я признаю там благодать да что это такое я вам сказал у меня тайны ничего нету все выставляется здесь это было когда а вакуум вернулся из ссылки ну и все понимали царь его помил хотели его сломить этим расположением к нему не тут то было они ему деньги суют иртищев был такой и а он а вакуум просто ты то сам что молчишь то куда этот никон завел то людей эту реформу не нужно и делает это же разделение россии будет он боюсь и жаль эти люди которые пишут и мне не могут сказать трусость и корысть главное болезнь государства трусость и корысть это всех взятки коррупции все отсюда идёт трусость и корысть это оборотema ли записи деньги. У меня этого нету. Ни трусости, ни корысти. Я не знаю. Просто вчера меня один спрашивает. Вот я молюсь, а потом отступаю опять. Какой дадите совет? Я говорю, я даю совет, где я испытываю что-то. Я могу сказать, как жить бедно. Мне не надо тренироваться, я бедно живу. Но как это так? Я сегодня с Богом, а завтра уныло, и утром не встану на молитву. Я говорю, у меня нет этого опыта. Опыта угасания огня. Во мне нет этого. Я не могу дать совет. Ну, проси у Бога, пойди к местному священнику. С Украины спрашивают. У меня нет этого опыта лгать на человека. Я ему подражать этому, кто там, не знаю, дудачина эта какая, не знаю. Нет у меня опыта этого. Я бы гонялся за кем-то, его ролики теперь искажал. Даже вообразить нельзя. И они учатся семинарии. Я говорил, семинарии Академии нужны только для одного. Оправдать любое беззаконие, любое безумие свое. Только для этого. Дальше. Языки 2,6. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их. Если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь у скорпионов жить, не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. Лица лили их, как алмаз, который крепче камня сделал я щело твое. Не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом. Я вас не боюсь. И поэтому со мной вы ничего не сделаете. У меня Бог защитник. Бог. И я испытал в жизни все, что Бог позволил человеку. Испытал славу и огонь, и воду, и медные трубы. Есть враги, есть друзья. Это естественно. Горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Я к этому не стремился ни одного дня. Я открыто все свидетельствую. Повторяю то, что говорил. Слушайте внимательно. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судьи и пророков, так и в церкви своей в моменты чрезвычайные Он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верою. Когда я это прочитал, я понял, обо мне речь идет. Мне дал Бог сильный дух и веру. Большую, огромную веру и любовь к Богу. И как древних пророков, так и ныне посылает. И это говорит человек, которому я недружественный. Говорит митрополит, ставший патриархом. И много ли таких, вы скажите, много ли таких, что посылает людей исключительной благодатной одаренности? А почему вы так думаете? Да думать не надо. Это свидетельствует всех, которые со мной имеют общение. Это мне Бог дал. В какой области я не старался что-то сделать, я как пионером являюсь. Первый насчитал 12 томов Златоуста. Первый. Первый показал, что канон Андрея Критского на три ступени возводить надо. И написал это. Первый. Коснулся блаженного фифилакта, дал комментарий. Первый. Украсил это издание Гюставом Доре. 240 иллюстра. По порядку буду. Впервые такая симфония на некадрической книге. Впервые я издал симфонию на житие святых. Это мой труд. Впервые. Это невозможно человеку сделать. 50 книг насчитать. Насчитать. 12 томов Златоуста. 12 томов жития. Я просто перечисляю, чтобы увидели, что я не могу себя исключать. Сказать, да ничего у меня нету никак. Это одаренность от Бога. Это любой скажет, кто рядом бывает с нами. Я уж не говорю о моих друзьях. Это говорят евреи. Мне одна была против меня. Да вы там вот на евреев, конечно, при вашей одаренности, вы любого жида за пояс заткнете. Это еврей ко мне пишет. Любого жида. Мне вот вчера только заказали выступая там, готовиться антихриста принять евреев. И священник еврей. Мой крестник говорит. Ну, ответьте. Я сейчас покажу. Надо там не забыть. У меня заказы каждый день идут. Не имея официального назначения, то есть, я не священник, не благочинный, не в каком-то там миссионерском отделе, я не Самсонов Алексей. Эти люди самим делом выдвигаются из общей массы. Делом каким? Своим. Из общей массы. И становятся предводителями других. И вот теперь гуру, гуру воркует вот в меня. Гуру, ну и что из этого? Еще из этого гуру. Я гуру. Так, это ваше название. А сколько людей пришло сектантов? Сколько неверующих пришло? Преступников? Это Бог через меня делает. Не я. Павел говорит. Я подрудился больше вас всех. Впрочем, не я, но благодать Божия. Благодать. Особая одаренность благодатная. Но это предводительство не имеет официального характера. Ну, неофициальный. И он руководитель, как пророк. Не является установленной церкви должностью. То есть такой должности нет. Мне из-за рубежа пишет священник. Вы подписываетесь. Проповедник. Мы такого даже не слыхали. Что это? Какая это должность? Православие, проповедник, миссионер. Да нет такого. Они не знают. И не всегда держатся служебных рамок. Вот смотрите как. Не всегда держатся служебных рамок. У меня вообще рамок никаких этих нет. Я люблю его, ему пишу. Ну, как и всякое пророчество. Оно есть личный подвиг таких людей. Пророчество тоже подвиг. И личный подвиг. Дело их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и Церкви Божией. Митрополит Сергий Строгородский. Будущий первый сталинский патриарх. Я впервые, когда прочитал это. А к нему я не расположен. Он в сергианство устроил, это предательство и прочее в церкви. Я понял это обо мне. Им это не дано. И они в это не верят. Они верят и в то, что сами умеют делать. Верят, если сказать. То есть, мой священник больше взял денег с мертвых. В это они поверят. Или скажут, этого человека больше мощей в храме. В это они поверят. Поверят. Но у меня совершенно другой настрой. Вот кто-то, который там пишет где-то. Он ничего этого не знает. Я его, не знаю, просто показал места Писания. Почему я так поступаю? Не имея трусости и корысти. И имея особую ревность о Боге. Духовную предприимчивость и ревность о Боге и церкви Божией. Предводительство не имеет афистального характера. Ну все сходится. Я не могу сказать. Я не встречал никого больше. И почему? Вот он говорит. Вот из чрезвычайной времена они как раз и пришли. Он обычно посылает людей исключительно. Не просто, а исключительно. Подчеркиваю. Увеличиваю. Кому это не по глазам, как говорится, пускай смотрят. Исключительной благодатной одаренности. И мне Бог это дал. Я это понял. Это подтверждают мои друзья, враги. Враги на меня говорят. Там священники, благочинные. Конечно. Игнатий Писание знает. Он очень ревностный. Ну куда эта ревность идет? Он поносит нашу церковь, мать. Во-первых, патриархия мне не мать. Я отвечаю. А во-вторых, я ее не поношу, а обречаю. Иди обречи. Я услышал этот голос Божий. И я это сказал для того, чтобы исправились. Если вы этого не понимаете еще, не знаете. Но я могу что сказать? Только пожалеть. Вот. Теперь смотрите. Я заряжаю. Вот сейчас открыл. Ну что открыть? Ну, гугл. К примеру сказать. Я открыл гугл. Вот сейчас открывается он. А что напишут? Ну, допустим так. Сахаров. Дальше. Лапкин. Ну-ка посмотрим, откроет что-то или нет. Игумен Кирилл Сахаров. Вот как. Кирилла Сахарова. Вот он. Москва. Берсиневка. Игумен Кирилл Сахаров. Портал Кредо. Московская встреча. Вот. И все это здесь. Ну-ка посмотрим, что такое. Открываю. Ага. Это не мои слова. Смотрите. Внимательно. Русская народная линия. Информационно-аналитическая служба. Православие, самодержавие, народность. Это не мой журнал. Я даже не знаю, это что, где. Правая Россия. Жизньописание русских монархистов начала 20 века. Игумен Кирилл Сахаров. Русская народная линия. 5 июня 2014 года. Володя, ты свободен? Иди, прочитай. Ну-ка, Никита, дай-ка я сюда. Я буду смотреть, а ты считай это. Громко считай, чтобы другие слышали. Московские встречи Златоуста из Потеряевки. Игнатия Тихоновича Лапкина. Игумен Кирилл Сахаров. Русская народная линия. Видите, заголовок какой. Златоуста из Потеряевки. То есть прозвище. 5-й, 06-й, 2014-й год. Пробудившись по сигналу, как обычно, в 6 утра, выглядываю в окно. Мне приветливо машет пожилой бородатый мужичок в сапогах и картузе. Игла. Игнатий Тихонович Лапкин. Пожаловал в Москву. Рядом привязанная к дереву собака. Чемпион Сибири, а потом России. С гордостью говорит Лапкин. Без нее в наших миссионерских поездках никак нельзя. Так как мы обычно ночуем в поле вдали от дороги. Нужна охрана. У нас очередная миссионерская поездка в Европу. Греция, Франция, Германия, Англия, Испания и Португалия. Турция и Италия. На обратном пути страны Скандинавии и Прибалтики. Это будет самая длительная, дорогая и сложная поездка. В наших планах передача комплекта книг римскому папе и английской королеве. Последняя наша поездка продолжалась 13 дней. Мы преодолевали по тысяче километров в день. Ложились отдыхать в 22.00, а вставали в 2.00. В некоторых епархиях были сложности. Блокировали возможности передачи книг в библиотеки. У Лапкина 38 томов собственных сочинений, по 750 страниц каждая. Ответов на 4124 вопроса, проповеди, стихи. В каждом томе около 3000 ссылок на Библию. 30 тысяч Евангелий было распространено по Алтаю. Общее количество часов и надиктованных материалов 2500. В интернете размещено 1700 видеороликов, Игнатий Тихонович. Нет, Игумен Кирилл. Игумен Кирилл. Мои книги переданы в 440 библиотек. Имеются у патриарха и президента. Игнатий Тихонович прочитал несколько своих стихов. Почти на каждую строчку дается ссылка на священное писание. Вот несколько запомнившихся строк. Потом прочитаешь. У меня стихотворение. За 9 только лет написано 3467 стихотворения. Каждое 9 куплетов 4-строчных. 36 строчек. И у каждого эпиграфа священного писания. Это 4 тома по 800 страниц. Ни одной свободной строчки нет. Да каждое стихотворение с указаниями еще места писания к чему относятся. Это просто надо зайти на наш сайт. Кистианединород.ру зарядить. И там эти тома стоят. Как можно это признать, что от себя. Я сегодня считаю, ни одно стихотворение не могу признать своим. Настолько это выше моего уровня. Дальше. Читать? Да, стихотворение. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе. Михея 3.9. Размолоти преграды прилживейших словес. Второзаконие 28.13. Не надо считать словами. И будешь во главе, а не плестись в хвосте. Евангелие. Вот единственный отвес. В храме деревни Потеряевка, который Игнатий Лапкин начал восстанавливать вместе со своим братом, отцом Иакимом, поминают за богослужениями только первоиерарха русской зарубежной церкви, митрополита Илариона. Патриарх поминает, когда приезжает служить местный архиерей. В молодости я служил в морском флоте МФ. Теперь у меня другое МФ. Молитва и форум. Мое правило, семь раз в день вставать на молитву, сопровождаемой сотней поклонов. Игнатий Тихонович просит поехать с ним и его спутниками в визовый центр. Затем в посольство Великобритании. Устоять перед его напором было невозможно. А главное, нужно помогать людям. Стоим в коридоре на втором этаже визового центра. Игнатий. Это в Москве. Надо помолиться об успешном решении вопроса. И сразу начинает импровизировано молиться. Я усомнился в возможности благополучного разрешения возникшего затруднения. Игнатий. Все зависит от Бога, который сказал, мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли. Он настойчив. Нам нельзя уходить, нужно получить паспорт там, иначе будем ночевать здесь. Из визового центра нас направляют в британское посольство. Для получения визы необходимо ответить на 104 вопроса. На моих глазах разворачивается захватывающее действие. В центре которого Лапкин. Тесно, неформально общающиеся с сотрудниками. Опираясь при этом, как всегда, на Слово Божие. Результат обнадеживает. Немного отойдя от здания посольства, Игнатий Тихонович творит благодарственную молитву. Живой Бог откликается на живую молитву, говорит он. И еще цитата из Писания. Когда пути человека угодны Господу, то и врагов его он примеряет с ним. 10 июня Игнатию Тихоновичу исполняется 75 лет. Он, за спиной которого пять тюрем, 26 лет преследований со стороны психиатрической медицины, говорит. Надо жить азартно, интересно. Я фанатик, люблю жить на пределе. У меня врагов уйма, а друзей еще больше. Цитирует из книги пророка Еремии. Я хотел молчать, но внутри меня, как разлитый огонь. Интересный был рассказ об обращении одной баптистской семьи. Ее члены никак не могли совершить решительный шаг в сторону православия. Спрашивает их Лапкин. А вы что, разве приняли печать на лоб и правую руку? Нет, нет, запротестовали они. Тогда перекреститесь. Они перекрестились. Вот вы и православная. Действительно, совершение ими крестного знамени явилось как бы прорывом к православной церкви. Заметил Игнатий ошибки в евангельских цитатах, развешанных в нашей трапезной. При этом обличил, если так долго эти ошибки не замечает, значит у вас недостаточно любовь к Слову Божьему. Лапкин противник спекулятивных мудрований по священному писанию. Его правила, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Все нужно рассматривать во свете Библии. Под влиянием его бесед в местах заключения многие обращались к вере. Среди трудов Игнатия Тихоновича Лапкина, симфонии на книгу правил, на 11 неканонических книг, на жития святых. Главная тема его выступления – рождение свыше и водительство Духа Святого. Очень важно быть свободным во Христе. Это великое благо, когда ничто тебе не препятствует благовествовать о Христе распятым и воскресшем. На проповеди необходимо человека задеть за живое, то, что еще не омертвело, с тем, чтобы это живое вытеснило омертвевшее. Я помню, когда каждое воскресенье выступал с толкованием молитвы с Царем Небесным, произнес 60 проповедей, по 20 минут каждая. Какая же в них глубина? Одна из бесед Игнатия Тихоновича Лапкина была на словах Христа «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные». Божий призыв «Придите» встречается в Библии 1700 раз. Благодаря его миссионерским усилиям в православие обратилось несколько известных протестантских служителей, ставших хорошими священниками с прекрасным знанием Библии. Одна из работ Игнатия Тихоновича посвящена главной книге мусульман Корану. Каждый его стих был рассмотрен во свете Библии. Изучение Библии он посвятил более 50 лет. Доходило до того, что спал он не более 2,5 часов. Я никому не подлаживался, старался слушать только голос Бога, звучащий в священном писании. Много пришлось ему полемизировать с различными сектантами. Сегодня в Библии насчитывается 21 тысяча различных сект. Защищая иконопочитание, он апеллировал к тому, что Христос и Иерусалимский храм назвал «домом моего отца», а в нем были изображения. Игнатий – противник ажиотажа вокруг чудес и реликвий. Главное чудо – это воскресение Христова. Видя его огненную ревность, власти никогда не пытались склонять его к сотрудничеству. Резкой критике он подвергает практику обливательного крещения, находящейся в грубом противоречии с церковными канонами. Феноменальную память цитируют сотни библейских текстов с указанием книги, главы и стиха. Он унаследовал от своего отца, который, будучи пастухом, знал по имени несколько сотовец колхозного стада. Я рос как дичок, не заканчивал никаких вузов, ни светских, ни духовных. В это мое преимущество, так как я не испытал никаких тендизионных, субъективных, не основанных на слове Божьем влияний. Мы услышали проникновенное духовное песнопение, сопровождающееся припевом. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Христиане. Общаясь в течение нескольких десятков часов с этим русским самородком, я думал. Горит ревностью огненный человек, прекрасный знаток священного писания, дает мощный импульс к его познанию и любви к нему. В течение нескольких десятилетий бодирует вопрос о недопустимости обливательного крещения. То, что сейчас во многих местах стали строить баптистерии, во многом его заслуга. Прекрасно обосновывает необходимость общинного устроения, десятины, миссионерского служения и так далее. Совершенно бескорыстен. Говорит невзирая на лица. Руководствуясь только словом Божиим и церковными канонами, достаточно критичен к некоторым явлениям церковной жизни, что дает импульс к исправлению недостатка. Безусловно, серьезно стряхивает, не дает покрываться плесенью и обрастать мхом. Ну вот, говорим, что это, держи, это говорит игумен, у которого патриарх служит, но служит он все время по старинным книгам, он не единоверческий, а прямо патриархийный, член Союза писателей. Вот я у него был, он говорит, была беседа, это не беседа, а проповеди, которой я говорю в храме, где он в больнице был, там храм, и здесь храм, в этих храмах. У него мнение-то не такое, почему? Потому что мы знакомы друг с другом уже больше 20 лет. Он приезжал в лагерь, видел. А те-то, которые вот эти городят всякую щепуху, гоняются за моими роликами, ну, мальчишка какой-то балуется, и все. Мне, еще раз говорю, трудно поверить, чтобы это делал священник. Если это священник, то это какой-то пес смердящий. Такую пакость говорить, напускать, а-ля-ля и прочее. Вот говорит игумен, поезжай к нему и спроси. Его мнение, это не мое мнение, это не мой язык хвалит меня, а чужой язык. И не меня хвалит, а то, что мне Бог дал. Исключительно одаренность, самородок, это везде пишут. Я не могу сказать, а мне этого ничего нету. Это благодать. И меня Бог послал, чтобы сказать то, что я сказал митрополиту. И мне под язык не надо залазить. Я сказал, а он не принял, я свободен. Вы ему это не сказали. Не сказали. А я в открытую сказал, не где-то, а в открытую. Пишу письмо, заверенное, все. Это вот каждый ролик, который сегодня у меня ворует и гадит. Я постараюсь при возможности так вот объяснить, что это означает. Это великая зависть, бездарность, бесталанность, злоба, мстительность. Уподобление демону, кто это делает, злопомнение. Тем более, людей я тех не встречал, ничего у них не брал, нигде их даже не критиковал, никак. Я говорю вообще о положении в церкви. А он, видите, он за патриарха. Ну, патриарх, ну посмотри, какой священник за тебя, или кто там, заступается. Ну, измени мое положение, дай мне что-то. У меня этого не было. Ни к одному человеку не прилаживался, никогда. Никогда. И в моих книгах все написано без цензуры. Совесть и Бог. Прямое. Совесть и Бог. Почему-то в пороческом духе книги написаны. В каждой книге три тысячи ссылок. Библия. Это вообще. А ссылка, это не стих. Бывает целый пакет. Вот такой разбор мы сделали сегодня. Во славу Божию. Да простит Господь этих гонителей и хулителей, чтобы на суде Божьем им это не вместилось. А все, что они говорят, наплевать да забыть. Эти демоны скачут, то крови заливают. Они уже повторы, повторы идут. Я голубей, селекция называю, голуби, которые уже потеряли качество породы какой-то. Они все колются. Колются. Я показал. И когда кололи, я говорил, вот они теперь попы кинулись. Он легко клюнул на это. Кто там это пишет-то? Легко. И теперь из одного в другой ролик. Как я голубей дома колол. Каждый день колят. Садист. Но все, кто держит скотину в деревне, а они режут скотину, рубят. Рубят. И все. И все. Все садисты. Он не понимает ни слова. Ну садист. И дальше-то что? Ну успокойся. Ну я садист. Успокойся, а то я тебе башку срежу. Если уж ты меня знаешь, как у меня на суде был один. У нас отец-то не умер бы подполковник милиции. А мой дядя слышал, как Лапкин сказал, мы молились и он сразу умер. Я думаю, если ты о тебе говоришь при судье, ваша честь, так убойся, я буду молиться о тебе и ты умрешь. Как Иона, митрополит киевский. Где бы не помолился, готово дело умер. У нас было такое. Одна подошла, ну муж, ну невозможно, издевается. Да помолитесь обо мне. Я что знаю-то. Я говорю, как муж отзывается. Да вот, вот Игорь такой. Ну помолились. Она приходит через три дня, он умер у меня. Умер. Она поделилась со своей там подругой. У подруги этой такой муж хороший был, но сделался как зверь. И мать моя ненавидит. Вот вы это помолились, и он у него помолитесь обо мне. Еще он духовный киллер, что ли. Я-то молился об обращении его. Это Бог знает. Обратиться или не обратиться. Ну помолитесь, то другое. Ну я помолился. И что, умерли вместе с мужем. Никого нету. Умерли не сразу. Это уж я для веселья сказал. Я знаю, что молиться о жизни. О моей смерти многие молятся. Они сегодня бы, если узнали, что я умер, они бы сейчас каноны заказные с водосвятием попы заказали бы. Ну вот я живу, а враги мои уходят из жизни. Я не знаю, почему это так. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.